Так званая Мельчанская канава природным водоемом не заявляется уже около четырех десяти годов. Зараз и официальная назва – технологичный водоем. Головная задача – прием стековых вод, которые потом накируются на очистное сбудование. Экологи переконаны, разговор об отручивании водоема не идти. Почас проверки на это сразу звернули увагу. Корыстные рыбы тут нема давно, а линейки дробные виды живут. При обследовании группы, созданной в комитете данного участка водотока Мельчанской канавы, нами были обнаружены стайки молодей рыб. Они не поддавали признаков какого-то отравления, либо чувствовали себя хорошо. Поэтому можно судить о том, что и признаков погибшей рыбы обнаружено не было. Как правило, в такой период, в холодный, эти признаки имеют место довольно длительное время. Даже в порядке сечения месяца можно определять, был ли замор рыбы или нет. В данном случае однозначно не было. Зараз экологи разглядают некаких вариантов, как вода на балазеленный колер. По-перше, сюда трапляют ливневые стеки за двух районов Гомеля. Не выключено, что выник у таяния снега у минулые выходные. С городских улиц смыло некие речевы. При этом размова не идти об химичных формовальниках. Их речки были обовязково бачные. На территории Гомеля имеется 15 выпусков ливневых сточных вод от каждого района. Вот данный выпуск в Мельчанскую канаву – это территория советского железнодорожного района. Почас выезда на место экологи взяли пробы воды из Мельчанской канавы. Правда, выники проверки будут свядомы не ранее, чем простый день, бо умеркуется провести поширенное доследование. Сегодня стековые воды у этого даем могут официально скидывать некаких предприемств, а не обовязково только после очистки проведены непосредственно на вытворчестве. Разом с этим экологи не выключают верогодность и порушения этого потребования. Когда отремается, в вынику проверки можно будет вызначить докладные соли металлов, которые трапили в канаву, и по их удокладнить предприемства, где такие металлы выкрыстовываются. Спектр предприятий достаточно высок, но теоретически можно осузить этот... По специфическим веществам можно осузить круг предприятий, которые потенциально могут оказать данное воздействие на эти вот сточные воды. Олег Синчеров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».